Более двух с половиной тысяч вакансий предлагает Центр занятости. Сегодня соискатели проконсультировали представителей крупных торговых сетей, а также оборонных предприятий. Впервые для северодвинцев и работодателей устроили семинар. На нем специалисты научили работать с порталом «Работа в России». На ярмарке вакансий Екатерина Разумовская зашла к представителям судостроительной отрасли, заполнила анкету на звездочку. На заводе ее кандидатуру рассмотрят, но на перспективу. Предприятие должно заключить договор о военно-техническом сотрудничестве с Индией. Если девушку возьмут переводчиком, ее зарплата составит около 25 тысяч рублей в месяц. Если английским овладеет на высшем уровне, ее командировочный составит 40 долларов в сутки или более 60 тысяч рублей в месяц. Пока северодвинка мечтает найти работу с гибким графиком. Достаточно проблемно найти, потому что занятость у нас в городе – это в основном торговля, а там графики или полный день, или даже если не полный, то достаточно долго, до вечера. А хотелось бы все-таки прийти домой и успеть и мужа приготовить, и что-то по дому успеть. Это, мне кажется, тоже немаловажно. За полтора часа на «Звездочку» обратились еще семь соискателей. Все с заводу не подошли. У них либо юридическое, либо экономическое образование. Градообразующим предприятиям требуются рабочие – стропольщики, сварщики, сборщики, инженеры, такелажники. Заработная плата – от 15 до 70 тысяч рублей. Поэтому наша рекомендация все-таки поступать в нашем городе на машиностроительные специальности, на судостроительные специальности, потому что юристы, экономисты, они, конечно, универсальны, но не применимы к нашему производству, к нашему предприятию. Городу также необходимы сотрудники транспортной и строительной отрасли. Не хватает продавцов, а также медиков. А вот потребность в учителях и воспитателях отпала. За многие годы поисков сфера образования обеспечила себя кадрами. Кроме ярмарки вакансий также проводим семинар и для людей, которые ищут работу, и для работодателей, ищущих подходящих работников. Мы этот семинар проводим, мы рассказываем о портале «Работа в России». Это федеральная информационная система. Портал позволяет людям объединить свои потребности и желания, не выходя из дома. На сайте можно узнать информацию о регионах, экономическую ситуацию, средний уровень заработной платы, инвестиционные проекты и другое. Всех, кто нуждается в консультации по работе с порталом «Работа в России» в центре занятости ждут по средам с 9 утра до часу дня в кабинете 316. Евгения Акрельна, Родион Саханько, Вестник, Северодвинска.